И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем какую-то очень странную постройку, которая колышется на ветру, такое ощущение, что еще чуть-чуть, ой, больно, кошечка моя хорошая, она решила по мне залезть, да. А, потому что у меня от контроллеров болтаются эти веревочки. Возвращаемся, да, с золотыми звездами, меня интересуют абсолютно все звезды, которые только можно собрать, и я покажу вам, как это сделать. Мы отправляемся на вечеринку, пик вечеринок, и, конечно же, начинаем с первого уровня. Нас здесь никто не ждет, вечеринка в разгаре, свинтусы, надеюсь, что они готовы. Ну что, признавайтесь, куда вы спрятали яйца? Ему уже страшно, он даже... Ты что там, плачешь, что ли? Итак, я вижу огромную ТНТ-шку, и... Эй, смотрите, он заснул, вот это наглость. Да, кстати, это огромный шар, на котором свинтусы утащили наши яйца. Здесь сцена, что еще? Ого, светомузыка, да тут прям настоящая дискотека, и огромная красивая луна. Ну что ж, возвращаемся обратно на почетную красную дорожку, и... Эй, рота, подъем! Я предлагаю целиться в этого зеленого свинтуса, который стоит впереди всех. И да, кстати, у меня в руках маленькие злые синие птичка, это значит, что они специализируются на ледовых побоищах. Ну что, целимся в свинтусы, и практически сразу нажимаем на триггер, чтобы птички разлетелись на три части. Таким образом, мы захватим как можно больше ледяных глыб, и, конечно же, три золотые звезды, что меня очень радует. Надеюсь, у вас тоже. О, да, это уже выглядит посложней, но, несмотря на то, что она кажется сложнее, здесь все гораздо проще. И да, в руках у меня Рэд. Привет, Рэд, давно не виделись. Цельсис в этом месте, оно здесь очень слабое, потому что, как только вы туда ударите, практически вся конс... Да, я уже думала, не сработает. Да, это то, о чем я говорила. Малейшее отклонение влево-вправо, и техника может вас подвести. Но ничего страшного, вы просто перезагружаете уровень заново. Пробуйте, все по той же самой схеме, чуть-чуть левее, чуть-чуть правее, выше, ниже. И у вас обязательно должно поучиться. О, да, я уже вижу четыре ТНТшки сверху. Одна ТНТшка по центру. И много напуганных свинтусов. А знаете, где здесь слабое место? Слабое место? Что? Ты знаешь? Ну, давай, покажи. Пацаны, вы готовы? Куда, ну, кому ты там машешь? Ничего себе. Ладно. Смотрите. А вот у нас слабое место. Маленькое. Хотя нет, не такая уж и маленькая. Ну, в общем, вот эта синяя глыба. Потому что на ней держится, собственно, вся, вся, вся верхняя ТНТшка, которую они там собрали. Блин, мне даже их жалко. Представляете, как они старались, строили все эти, все эти свои штуки. Пришли мы. А потому что нечего было тырить наши яйца, да? Что ты там показываешь? Скажи еще раз. Давай. Слабо? Слабо. Смотрите, ему страшно, да? Легко выпендриваться. Здесь крепость кажется неприступной. Я думаю, вы догадываетесь, что нам ничего не остается, как целиться в эти окошечки. Потому что они сделаны изо льда. Это значит, что их легко пробить. Это значит, что Ред провалился куда-то вниз. И все здание разрушилось. Потому что легко догадаться, там внутри была ТНТшка. Ну, иначе как объяснить то, что произошло прямо на наших глазах. Ну, а мы продолжаем. Это уже пятый, да? Пятый на очереди уровень. Пока все очень легко и просто. Здесь весело. Здесь очень круто. И я вижу огромный булыжник. Это значит, что если он упадет вниз, скорее всего, он разрушит все, что только можно. А над ним огромная ТНТшка. Давай попробуем ударить. Хотя нет, ты знаешь, мне все так просто, как кажется. Важно обратить внимание на то, что у меня находится в руках. Сейчас я начинаю с голубых птичек. А это значит, что мы снова атакуем лед. И льда, больше всего я смогу атаковать именно с этой стороны. Начинаем целиться не в зеленого свитуса, а рядом с ним. Чтобы зацепить вот эту синюю штуку. И пластина, на которой стоит фриундель. Не забывайте только нажать триггер, чтобы голубые птички разлетелись на три части. Не всегда получается с первого раза. Если у вас не получилось. Так, смотрите, три золотые звезды. Но я делаю рестарт для того, чтобы показать, что делать, если не получилось. Вот, я вроде бы снова целюсь в это же самое место. И на этот раз разлетается только половина конструкции. А другая половина остается невредимой. Да, посмотрите на этого наглого хрюнделя, который прячется за взрывчаткой. Берем Реда и стреляем вот сюда. Этого тоже достаточно для того, чтобы получить три золотые звезды. Так что все просто супер. Ну, а мы движемся дальше. И здесь у нас снова, снова эта гигантская штука сверху. Почему я забыла, как она называется? Ну, не важно, суть в том, чтобы булыжники. Это не булыжник, валун, черт, у меня просто вылетело из головы. В общем, эта штука должна упасть вниз, покатиться сюда и по пути захватить всех, кого только можно. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вы поняли, что я сделала, да? Я просто выстрельнула в эту подпорку, на которой держалась плотина, на которой стояла эта штука. Ну, вы поняли, да? И все очень красиво, все очень классно, круто, интересно. Вообще прикольная задумка с тем, что вы должны немножко подумать, как оригинально можно уничтожить конструкцию. Так, пацаны, привет. Что у нас здесь? Вижу, ТНТшка наверху. Конечно же, сперва нужно осмотреть со всех сторон. И видите, я телепортнулась наверх, и что мы отсюда видим? Мы видим камни наверху. Очень много камней, они тяжелые. А это значит, что мы должны во что бы то ни стало их уронить. Так как у меня Рэд, а Рэд лучше всего справляется с деревянными штуками. И такое ощущение, что эта подпорка деревянная здесь стоит не просто так. Что-то вроде троянского коня, вы посмотрите, да? Это явно была подпаска от разработчиков. Мол, смотри, вот оно, слабое место. Хотя кажется, что синие штуки, как будто бы они легче разрушатся, да? Но нет. Но нет. Хотя, как я и сказала, вы можете пробовать разные варианты. Это еще один интересный уровень, и он выглядит непростым на первый взгляд. Ух ты, какой классный вид открывается прямо за мной. Ну что, вентиляторы гоняют по кругу взрывчатку, которая крепится на воздушные шарики. Два ряда взрывчатки, и внизу тусуются четыре или даже пять с винтусов. Слабых мест здесь практически нет, поэтому нам ничего не остается, как целятся в розовые шарики. И целятся очень хорошо и продуманно. Для этого я предлагаю присесть и отдохнуть. Ладно, шучу. Нам нужно попасть сразу в три шарика. Это очень важно, поэтому ждем, когда они... Ничего страшного с них получилось с первого раза, потому что не так просто стрелять по летающим розовым шарикам. Итак, мы ждем, когда они выстроятся в ряд. То есть один слева, другой по центру и третий справа. Затем мы выпускаем розовых птичек и практически сразу нажимаем на триггер. Мне щеконно, потому что прямо сейчас вот по мне ходит кошка. Она, наверное, думает, что я села, потому что я... Она завалилась на живот, чтобы не почесали пузо. А вы, наверное, видите, что я делаю. Да? Косяка? Ты будешь меня кусать сейчас? Как мне было? Мне теперь не наступить на мою кошку. Терп. Как мне теперь не наступить на кошку? Кошка. Кошка, осторожно. У нас следующий уровень, кстати, осталось совсем чуть-чуть. Итак, что я вижу? Я вижу несколько взрывчаток и много зеленых хрюнделей. Кстати, хрюнделей становится больше, мне кажется. Хорошо бы начать с осмотра, но я вам уже сразу скажу, что нужно делать. У меня в руках Ред. Ред неплохо справляется с деревяшками. Вверху стоит ТНТ-шка. Было бы круто, если бы она упала в центр. Вообще всегда круто, когда взрывчатка или булыжник падает в центре конструкции. Потому что, как правило, от этого разлетается все. И вся... Ну что? Вот сюда мы и целимся. Потому что... Это подпорка держит на себе практически весь пол верхний. Вы видели, да? Всего лишь один выстрел. Это какой уровень? Девятый. Так, кошка. Кошка продолжает валяться под ногами и смотреть своими глазюками в моем глазюке. В надежде, что я с ней поиграюсь, но нет. Солнышко. В этот раз, извини, у нас очень важная миссия. Потому что... Привет, Бомб. Привет, Ред. Привет, еще один Ред. Чао. Что здесь? Это бассейн. У них бассейн. Ладно, давайте приступать к делу. Кстати, я только сейчас осознала, что это реально бассейн. Потому что вот эта хрюша стоит на доске для того, чтобы прыгнуть в воду. Кстати, как называется эта доска? Напишите в комментариях, что-то я сегодня все слова забыла. Целимся вот сюда. В эту картонную... Что это? Домик? Гараж? Непонятно. Потому что наверху стоит взрывчатка. И мне нужно, чтобы эта взрывчатка упала. Ну а дальше все просто. У вас остается хуба. И, как правило, какой-нибудь один хрюндель там сзади или здесь спереди. Это не важно. Вы просто добиваете этого несчастного животного хубой. Потому что хуба все взрывает. И вы все равно получаете три золотые звезды. Так что в этой игре иногда можно воспользоваться двумя выстрелами. Можно одним. Не знаю. Я сильно не заморачивалась. Я думаю, что здесь вообще все можно уничтожить одним только выстрелом. Но для этого нужно время-время подумать. А давайте подумаем, что мы можем сделать здесь. Конструкция выглядит вообще очень-очень хрупкой. Так, куда я могу телепортнуться, чтобы показать вам лучше все? Памятники они тут понастроили. Блин, как мне нравится этот вид позади меня. И огромная луна, которая почему-то не шевелится. Обычно луна потихонечку шевелится. Мы здесь уже сколько часов тусуемся? Минут. Ну что? Ред. Три Реда. Вы готовы? Я готова. Мне просто было интересно, что будет, если выстрелить в эту коробочку по центру. Уж больно заманчиво она выглядит, согласитесь. Ну ладно, теперь на полном. В серьезе. А куда вы еще думали, нужно стрелять? Конечно же, по центру в самое слабое, тонкое место, на котором держится вся конструкция. Напоминаю, если не получилось с первого раза, перезапускайте, пробуйте снова. Ой, это какой был уровень? Воздушные шарики. Опять воздушные шарики. И новая музыка. Куба, ты готов? Все готовы. Чак готов. Куба готов. Ты кому там показываешь? Ты не тем показываешь. Итак. Воздушные шарики. На них летает взрывчатка. Одна штука. И несколько штук внизу. А также, как всегда, куча хрюнделей. Что же мы делаем? Мы лопаем шарик взрывчатку? Конечно же, нет. Мы лопаем шарик у вентилятора. Обязательно только один, потому что иначе вентилятор попадет вниз. Лопаем один шарик у вентилятора. Вентилятор немножечко спускается вниз и приводит в движение всю эту конструкцию. Внимание, сюрприз. Это не просто конструкция, это магнит. И вы только посмотрите, что он выдворяет. Бедные хрюндели. Они такого точно не ожидали. Но, к сожалению, эта взрывчатка не сможет уничтожить всех хрюнделей. Можно попробовать лопнуть вот эти шарики. Она как бы накрениться, упадет вниз на этих. Но нет, не совсем так. Проще просто взять чака и сделать вот так. Этого тоже достаточно для того, чтобы получить три золотые звезды. Может быть, можно еще и шарики лопнуть как-то так супер успешно, чтобы... Чтобы все это сработало. Но этот вариант даже подходит. Какая разница? На весь нужном три золотые звезды. Но о чем это я? У нас босс. Последний уровень. Вы только подумайте. Последний уровень. Ты че там? А бы там Глелл? Нет, совсем уже. Тебе тут гости заморские пожаловали. А ты... Вы там что, все спите? Мне показалось, или те хрюндели внутри? Да, он там спит. И вот этот тоже спал. Ну что? Мне самое главное уничтожить босса. Но помимо босса на этот раз у нас еще целые две хрюшки. Давайте подумаем, как лучше... А даже нет, три хрюшки. Одна хрюшка прячется вон там. Ей очень страшно. Ладно, давайте думать, что мы будем делать. У нас есть воздушные шарики. У нас есть пчелы. И неправильный мед. Что же нам делать? Что мы будем делать? Да все очень просто. Поднимаемся повыше. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем какую-то очень странную постройку, которая колышется на ветру. Такое ощущение, что еще чуть-чуть. Ой, больно. Кошечка моя хорошая. Она решила по мне залезть, да? А, потому что у меня от контроллеров болтаются эти веревочки. Так вот, еще чуть-чуть и... Так, кошка. Что ты делаешь? Еще чуть-чуть и она рухнет. Поэтому давайте просто ей поможем, потому что мы будем именно ее использовать в качестве оружия. предупредительства. Можно даже немножко присесть. И можно не придетать. О, собственно, именно этого я и хотела добиться. О, да. Мы зацепили всех, кого только можно. И самого главного это босса. Но мне кажется... О, ничего себе. Прямо, прямо на меня летит. Огромный шар. Я даже немножко испугалась. Но... Это все ради чего мы пришли. Четыре яйца. О. Кстати, в мультике... Я помню, в мультике они тоже летели на остров. И там тоже была тусовка. Или нет? Да, точно. Они собрались устроить пир. Три золотые звезды. Отлично. Как я и обещала, мы получили все золотые звездочки. И разблокировали спуки левелс. Это новые уровни в стиле Франкенштейн. В стиле какой-то алхимии непонятного. Что вообще тут происходит? Ну, это мы узнаем в следующей серии. Как всегда, мы придем забрать все золотые звезды. Четыре новых уровня. Надеюсь, тебе интересно. Если так, оставайся. И мы продолжим в следующий раз. Всем спасибо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok